Добрый вечер, это Вести Транспорт, студия Алмаз Хакимов. Из Нижнегамска напрямую в Екатеринбург в аэропорту Бегишево появился регулярный рейс в столицу Урала. Улететь туда можно будет по средам на самолетах Ан-24. Дальше планируют увеличить рейсы до трех раз в неделю. Стоимость билетов от 4300 рублей. И к вопросу о ценах на авиабилеты. Вспомнить только стоимость в дни приведения универсиада авиаперевозчики продавали место в эконом-классе до Москвы за 51 тысячу. И вот тут подключились антимонопольщики с генпрокуратурой. Возмущенный Юрий Чайко написал письмо премьеру Дмитрию Медведеву. Оказалось, что россияне переплачивают в полтора раза. И вот что по этому поводу говорят эксперты. Покупаем мы с вами авиабилет. Авиабилет стоит, например, 6-7 тысяч. Настоящая номинальная его цена. Плюс к этому мы еще где-то тысячи три платим. Это дополнительный сбор. Спрашиваем, а что такое дополнительный сбор? А это как же? Это топливный сбор. Это раз, то, дальше на безопасность. Так мы уже все это заплатили в билете? Нет, авиакомпания страхуется. А не дай бог, с завтрашнего дня подорожает топливо. Генпрокурор считает, что Минтранс и другие госорганы должны принять меры и обеспечить возможность летать всем пассажирам. К железной дороге 7 августа меняется расписание пригородных поездов по направлению в Канаш, Арск и Пильно. Подробности на сайте Министерства транспорта республики. К слову, в ведомстве сейчас идет большая работа по проектированию высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург, который пройдет по Татарстану. Вопрос только, какой ценой обойдется быстрый транспорт. Первые варианты трассы затронули многие природные заповедники. Поэтому маршруты начали дорабатывать. К обсуждению подключились и жители столицы. И никакого жульничества, чтобы никто лихорадочно не стал скупать земли, по которым проложат путь, а потом продавать их государству, втридорога заявил Владимир Путин. На специальном совещании у президента обсудили, какой должна быть магистраль Москва-Казань. Итак, с какой скоростью пойдет поезд и какие основные параметры железной дороги, об этом в материале. Первые общественные слушания по скоростной магистрали. Зал едва вместил всех. Это экологи и рядовые казанцы. Изначально маршрут дороги пролегал через заповедники и просто излюбленные в народе лесные массивы. Это и национальный парк Нижняя Кама, заказники Голубые озера, Свияжский, Ленина Кокошкинский, а также городской лес Лебяжья. Впрочем, от этого варианты трассы уже отказались. Сейчас на карте другие маршруты магистрали. Общий тренд, который они заявляют о том, что они хотят постараться обойти и федеральные особо охраняемые природные территории, и региональные, и лесопарк Лебяжья, мы, конечно, это приветствуем. В Татарстане трасса займет 244 километра. Переживали не только экологи, но и строители. В зону возведения магистрали попали и их участки. А это огромные территории под застройку домов по соципотеке. Правда, в последний момент компромисс нашли. Всем прошу, первое, насколько у нас тяжелый сейчас положение сложилось с площадками для социального строительства, поэтому, конечно, потери на территорию, которые у нас также очень полезны. И здесь я должна сразу сказать, что последний вариант у нас получился очень удачный. Да, на территорийном показании я прошу проверить. То, что заказники, а главное заповедники, не тронут, заверили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Правда, совсем без вырубки деревьев не обойдется. Но в этих местах лес восстановят. Очень бы хотелось, чтобы бежурничество здесь обошлось. Чтобы сейчас никто не стал скупать землю, а потом продавать ее государству в Тридорогар. За этим прошу наладить самый внимательный контроль. Все должны понимать, что все, что с сегодняшнего дня будет приобретаться вдоль по трассе, будет изъято. Но нужно таким образом работу построить, чтобы это все было в рамках действующего закона и логично, и по маршруту. На неделе это второе президентское завещание по развитию дорожной инфраструктуры. У Владимира Путина обсудили, какой должна быть высокоскоростная магистраль Москва-Казань. Она заработает уже через пять лет. Время в пути сократится до трех с половиной часов. Скорость реальная, как обычно бывает, это будет где-то 350 километров, но технологически может быть развита до 400 километров. Утром из столицы Татарстана уехать в Первопрестольную, сделать в Москве все дела, а вечером вернуться домой. В Казани, безусловно, рады. На этом же поезде можно стремительно добраться до Владимира, Чебоксар, в планах и до Урала. Конечно, об этом надо подумать, посчитать экономическую целесообразность. Может быть, и дальше можно будет продолжить. В России есть несколько скоростных дорог до Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, есть ветка до Хельсинки. Ожидается, что средняя стоимость билета по направлению Москва-Казань составит 3780 рублей. На дорогах Татарстана продолжают лихачить и гибнуть в Казани. Вспоминали трагедию на декабристов, когда автомобиль на большой скорости протаранил эвакуатор. Та авария унесла жизни шестерых молодых людей. В память о них на месте ДТП всегда цветы. Тем временем депутаты Госдумы настаивают на ликвидации стихийных памятников вдоль дорог. И ввести штраф в полторы тысячи рублей. Авторы считают, что импровизированный кладбищ отвлекает водителей и мешает убирать дороги. Проект рассмотрят этой осенью, но мнения разделились уже сейчас. Высокая скорость и беспечность унесли жизни подростков. Легковая на полном ходу влетела в многотонник. Жуткая трагедия на улице Декабристов оборвала жизни шести младых людей. Спустя четыре года от аварии напоминают цветы. Здесь они всегда свежие. Живые цветы, венки и памятники у дорог. Все это в России может стать незаконным. Депутаты настаивают на ликвидации напоминания о погибших за рулем или под колесами. Челябинские депутаты намерены обратиться в Государственную Думу с просьбой внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Определить административную ответственность за установку без разрешения в полосе отвода и придорожной полосе памятников в честь погибших в ДТП. Штраф от полутора тысяч рублей. Источник российской газеты. Якобы эти напоминания о смерти заставляют водителей задуматься о бренности бытия и отвлекают о дороге. Как следствие повышается аварийность. Это на самом деле полная ерунда. То есть на аварийность вот эти вот придорожные так называемые венки, памятники, они никак влиять с моей точки зрения не могут. Мне тоже святое понятие памяти и так далее. Поэтому память живет независимо от того, установлена память вдоль дороги или нет. Память в душе человека. В ГИБДД к этим памятным сооружениям хоть и относятся с пониманием, но к рестам и полумесяцам. Место на кладбище, а не на дорогах. В данный момент нет никакого закона, который предусматривал бы ответственность или сам механизм ликвидации данных памятников. Поэтому просто так направить туда трактор и возрождать землю, это было бы бесчеловечно. Поэтому люди, которые установили эти памятники, должны сами убрать эти надгробия для того, чтобы камни с фамилиями, именами их близких не валялись на земле и были в соответствующем месте. Похоронная атрибутика, искусственные цветы, ленты и гранитные плиты. Это не кладбище, а трасса Казань-Арск. Трасса Казань-Арск не самый опасный участок, но водители пользуются дурной славой. Буквально через каждые 100 метров здесь установлены памятные знаки. На этой дороге погибают целыми семьями. Встречаются не просто памятники, а мемориалы с фотографиями и памятными числами. Крепят номера попавшего в аварию автомобиля или колеса от мотоциклов, проезжающие протяжно сигналя. Не надо убирать, потому что как бы эта память остается. И другим участникам дорожного движения указывают то, что на этом участке не надо гнать, не надо превышать скорость. Едешь, считаю, сразу видно то, что венок стоит и поосторожнее. У каждого свое индивидуальное мышление, своя реакция на такие вещи. То есть кто-то видит, действительно задумывается о том, что да, нужно сбавить скорость. А кто-то наоборот, то есть слишком яркие цветы, его могут отвлечь. И он, конечно же, может попасть даже в какое-то такое трансовое состояние. И не следить за дорогой, то есть отвлечься. Семья Зульфата Зинурова 5 августа отмечает как второй день рождения. На трассе он отвлекся всего на секунду. Машина колесом наехала на камень. Семья Зинурова 5 августа отмечает как второй день рождения. Семья Зинурова 5 августа отмечает как второй день рождения. Священнослужители в данном вопросе единогласны. Не запрещают, но и не благословляют. Существует традиция на месте трагедии устанавливать поклонные кресты, часовни и храмы. Это мы можем видеть на примере трагедии, которая произошла с теплоходом Булгарии, где была построена часовня и мечеть. С другой стороны, этот процесс должен, конечно же, быть цивилизованным и не хаотичным. В исламе устанавливать камни принято над могилами. То есть другой традиции по канонам ислама не существует. Финальную точку в вопросе установки венков и памятных плит поставят осенью депутаты Государственной Думы. А на месте гибели подростков в этом году появилась мраморная плита, на которой высечены имена погибших. Даты рождения разные. Одна на всех дата смерти. Ремонт дорог в Казани должны завершить к осени. Такое поручение дано подрядчикам. Напомню, сейчас на пяти улицах города идет капитальная реставрация. Это Мавлютово, Габишево, Ломжинское и братьев Касимовых. Список составили, ориентируясь на статистику жалоб горожан. На Габишево и Дубравной работа почти закончена, доложили строители. Это были Вести Транспорт. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин